Добрый вечер. Вы смотрите программу «Без посредников» на телеканале ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Ну а в нашей студии бессменный эксперт, депутат Петрозаводского городского сайта Дмитрий Эдуардович Макеев. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, прошло немного совсем времени. Всего-то неделя с момента нашей последней встречи. К следующим темам, которые очень яркие были на этой неделе, это вот у нас одна из них, яркая в кавычках, называю, протест зеленых у правительства. Митинговали они там против Худелайнина, против Лотос Плаза. В общем, против всего. Суть такая, что одни покрывают других, и благодаря этому у нас нечем дышать, деревьев нет. Нет. Заявляли 120 человек, пришло, заметьте, 5 всего. 5-6 стояли с плакатами. Тут же, кстати, присоединились к ним другие граждане со своими плакатами о том, что мы хотим в Лотос Плазе и каток, и бассейн, и все мы хотим. Центр нормальной досуговой развлечений, который находится на окраине города, а не в центре Петрозаводской, не создает помехи для движения. Однако их выгнали сотрудники полиции, потому что не согласовали свой выход из запечки, как я это называю. Но, тем не менее, вот это вот псевдообщественность. Что они хотят-то на самом деле? Опять дивидендов своих политических. Чисто политическая акция была направлена, на мой взгляд, против губернатора. Заодно и против бизнесменов. Вы говорите, что это политическая борьба, это никакая организация не зеленых защищает именно насаждение. Вопрос идет просто политический. Здесь навредить, здесь стоять, здесь обратить внимание. Это вот яблочная тема, которая занимается этой ерундой. По убеждениям, даже те люди, которые были, я думаю, им все равно. Ведь если бы зеленые хотели чего-то достичь, они бы с предприятиями, возле которых идет высаживание деревьев, могли бы договориться, и все вместе никто бы никогда никаких действий бы не совершал. Ни в плюс, ни в минус. И наоборот, все за зеленение, и за посадку, и за газоны. И во всех местах, где пытаются что-то сделать, ведь мы же не враги своему городу-то. И все хотят, чтобы было зеленое. Но это же сегодня используется как инструмент. Левашовский был, значит, помешать Баренцгрупп строить дома. Придумывает под соусом, как преподать. Тут теперь тоже что-то там опять возле Лотосплаза выдумывает. Но это же система военных действий, а зеленые – это голубые, или розовые – это инструмент. И поэтому так и надо к этому относиться, даже не обращать внимания. То есть, в принципе, можно было понять, вот эти пять человек, костяк, скажем, этой террористической группы. Ведь на Энгельса также, значит, попытались помешать парковкам, да. Придумали там контракт, получил этот вот Попков там на обслуживание этих деревьев. Радостный, значит, пошел. Ничего не доделано, ничего не сделали толком. Все ерунда. И ничего будет, значит, если во всем мире это можно сделать, парковки красиво, не портя насаждение. Так это надо делать. Попкова же можно и чисто с коммерческой стороны понять, он же бизнесмен в этом плане, он же занимается этими саженцами, ему выгодно, чтобы куда-то засунуть, чтобы это выдрали. Не исключено, что они сами их и выдирают потом по ночам. И деньги нормальные там вращаются. Ну, если человек идет с добром, то машину не сжигают, и, значит, никаких угроз никогда не бывает, а все только благодарят. Значит, не тем он занимается, наверное, ну или не туда его направляют. Ну или не так, еще вот третий вариант, наверное. Потому что вот у той же лотоспазы, я прошу прощения, я специально посмотрел, где были высажены эти так называемые саженцы, но это куча мусора, по большому счету, песок. Как так можно высаживать? Еще такое ощущение, что ночью высаживали. Это задача какая-то там, то ли сдвинуть, захват территории, но вот это все только не благоустройство и не зеленое сражение. И у нас везде вся эта работа, которая велась по изменению с зон, позиция такая, зоны надо сберечь, навредить там или застройщикам, или еще кому-то, или владельцам этих земельных участков. Вот тенденция вот такая, а не благое дело. Из таких протестных товарищей, если их так можно назвать, еще у нас в Петрозаводске выделяется группа молодых людей под названием СтопХам. Действительно молодых, там школьники в основном, но есть кто-то и постарше. Конечно, пиар у них на скандалах в основном, это наклейки. Да, нарушителям, я согласен. Я вот тут не могу, честно говоря, для себя даже понять, хвалить их или ругать, потому что вроде бы как они скрывают эту болевую точку, что у нас люди не умеют парковаться или так далее. Но с другой стороны, какими методами это все сделано? Да, камень в огород ГИБДД. Не дорабатывают, но честное слово не дорабатывают. ГИБДД работает как может, ведь сегодня жизнь такова, что мы пришли из социализма, вся городская инфраструктура построена так, что ни парковок не хватает, ни домовых территорий для машин, когда на тысячу три машины была норма. Ведь сегодня за одну минуту не изменить ситуацию, это пройдет еще лет 50, когда вся инфраструктура поменяется для возможности парковаться под домами, где-то рядом, и платные должны быть парковки. Сегодня сложилась ситуация очень жестко, и ГИБДД действовать против населения нельзя. А с точки зрения, если говорить по поводу действий стопхамусов, это вообще надо категорически пресекать их действия, потому что, я считаю, действия противоправные, во-вторых, прикрываются добрым делом, что наводят порядок, а сами совершают действия агрессивного характера, выпады на машины, приклейка. То есть человек после их воздействия не уезжает с добровым, он злой. А если мы через зло пытаемся, то мы кого воспитываем? Организованную какую-то группу, которая вседозволенность своя у них появляется. Они могут агрессивно совершать действия на людей, на машины кидаться. Хотите вы заниматься, так через добро ведите разъяснительную работу, разговаривайте. Ну зачем человеку портить, ему надо ехать, мыть машину. Везде за рубежом такого действия совершать против частной собственности нельзя. И плюс это организованная группа. Значит, опять-таки, они же провоцируют и человека выводят из-за человека. Ну, состояние равновесия. Кто-то и не сдержится завтра, значит, и по Москве мы же видим, где-то и рукоприкладство идет. Ну, мы спровоцируем ЧП какое-нибудь. Если это недобрая форма, то раздражать население никому здесь нельзя, никаким общественным организациям. Вот миролюбивые должны быть подходы у общественных организаций через добро, через договоренности, через понимание и замечания, может быть, да. Злые мы все, и когда мы станем добрыми, да Бог его знает, когда. Насчет ГИБДД. Дорабатывают ли нет банальный пример. Позавчера на перекрестке Варковса и Московской. Пьяный автовладелец, автолюбитель врезался в машину, которая встала на поворот вверх на Московскую. Вот эту машину еще с ключевой вел обычный петрозаводчанин. Что значит вел? Ехал за ней и увидел, что человек явно в алкогольном опьянении управляет. И начал звонить в ГИБДД еще с ключевой. Так вот он довел эту машину, причем та машина два раза по видео останавливалась. Он звонил в ГИБДД и сказал номер. Едет с явными признаками алкогольного опьянения. Примите меры к задержанию. Сколько он, да? Можно было 10 раз остановить. Другой автолюбитель своей машиной прикрыл, может быть, более серьезное дорожно-транспортное предшествие. Потому что там ехал пьяный и мог сбить запросто. Вопрос ГИБДД оставляю открытым. Где ваши комментарии и пояснения по этому поводу? Давно хотел затронуть тему госприватизации. Программа есть у нас такая, да, в Карелии в том числе. И спорная ситуация. Особенно я смотрел ее по депутатам ЗАГС Собрания, когда профильные комитеты работали. Одни говорили так. Надо бы нам, чтобы государство заработало, ну, бюджет, по крайней мере, избавляться от государственного имущества. Одни разделились на то, что нужно это делать и по максимальной ставке. То есть, чем больше мы денег заработаем, тем лучше на продаже. Вторые говорят, да нет уж, посмотрите в основном, какие активы и дайте их бесплатно. И тогда будет результат действительно потом в виде налогов и всего прочего. Хотелось бы вашу точку зрения и как политика, и как бизнесмен. Хотят больше или хотят меньше. Рынок определяет, сколько это возможно получить. Избавляться от активов непрофильных и заниматься бизнесом республики, как и городу, не надо. Это должно заниматься частник, предприниматель, который будет болеть. Ведь форма передачи ему, пусть это или приватизация, как вы говорите, с аукциона, или это, значит, передача, да. Но формы передачи такой нет, значит, аукцион. Но цена, она будет рыночная. Ведь надо понимать, что часть имущества ничего не стоит. И форма продажи, все, пожалуйста. Рынок определит, ведь не продать, мы там думаем выручить побольше. Как побольше-то, если никто не купит за побольше? Мы не считаем-то побольше, а может ничего не получим. А сегодня, если мы получаем убытки, и эти убытки заберет на себя предприниматель, да, и ничего не заплатит, как вот говорят, продает там предприятие за один рубль, так и ничего страшного, значит, отдать. И пусть его уже беда не республики, именно правительства, а беда этого предпринимателя. И пусть он его вытягивает и закладывает там, подтягивает ресурсы, кредит. Но у нас... Не надо непрофильного. И так инвесторов, я бы не сказал, что прям в очередь стоят, да, и у нас задача у правительства, то есть как можно больше привлечь сюда инвестиций, привлечь сюда бизнеса людей. Так может действительно вот отдавать за даром там и не то, что... Нет, не, рынок определит, за даром или за 2 рубля. Зачем, что значит даром? Так и 100 рублей даром, и может миллион долларов даром. Ведь как определить-то? В зависимости от... А у нас есть такое, что вот действительно прям может вызвать интерес? Нет. Вот с этого начинаем. Ну, мы же все равно должны максимально выручить. Выручить сумму максимальную, ту, которую заплатят. Реально, значит. И ее методом, если система же отсечения, не дали там 100 миллионов, предложили 50. Не дали 50, предложили 1000 рублей. О, за 1000 рублей отдали, слава богу. И налог на имущество получаем. Больше ничего нам не надо. Выгодным может быть, наверное, сейчас в данной ситуации только одно. Это земля, территория вокруг каких-то озер, где есть какая-то инфраструктура дороги, чтобы там снести лес и строить какие-то дома, дачные, поселки, не знаю, коттеджные. Я другого не вижу варианта. Ну, это такой вот... Ладога, пожалуйста. Нет, дилетантский разговор. Все у нас специалисты, все у нас строители, все знают, где выгодно. Ведь стоимость строительства будет определять не только дорогой, наличие электричества, наличие... Понятно, инфраструктура это называется. А, да. И может быть, она ничего и не стоит, земля-то. Кто сказал, что она там стоит-то? Если туда притянуть вот эти все пункты, она и никому не нужна. Вот, вот эту можно задаром отдавать, да? Так это перекреститься надо, если кто-то взял. А вот та, которая действительно с инфраструктурой, вот эта продавать? За нее заплатят с аукциона, заплатят там. Так вот, может быть, на эту ставку-то вообще и сделать надо? Конечно, и надо и максимально все продавать, вот, например, как землю, да? То, что она будет частной, ведь ничего страшного-то нету. Ее же не унесут отсюда. Она как здесь стояла, так же, как и здания, объекты. Ну, продали. Какая разница, кто владеет? У нас никогда ни муниципалитет, ни республика не получала того дохода, как собственник может получить от этого имущества. Потому что интерес у руководителей, хоть ГУПов, хоть предприятия, только свой карман, своя зарплата, дальше ему неэффективно. На грани он будет или каких-то там родственников строить. Все остальное ерунда. Потому что только собственник может, вложив деньги, стараться получить себе отдачу. Поэтому не нужно ничего и пусть занимаются люди. А государственные функции, конечно, это налоги, наимущество, там, и те объекты, которые есть, значит, за счет инфраструктуры и приближения где-то к интересу повыше, построить всю систему. Ну, вот, собственно, просто на бытовом уровне и разобрали такую сложную тему. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Вы смотрели «Без посредников». До встречи на телеканале ТНТ «Онега». До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»